Есть святы, которые не означают только по так называемых круглых датах. День перемоги именно такое свято. 71-е годовина, 9 мая 2016 года. 9 мая – день нашей военной славы и гонору. Отдать Данину по ваге, здействованному подвигу, у Гомеля собрались больше 8 тысяч человек. На жаль, с каждым годом удел в урочистовствах принимает все меньшая количество непосредственных фронтовиков. По стану здоровья, переважной большинстве ветерану войны, зараз и к минимуму 90 годов. Стать у святочную колонну могут не все. Кавалер шасси боевых орденов Фёдор Авдеенко на передаде Дня Перамоги вернулся со шпиталем. Али не прийти на врачейство, сяка же, просто не мог, бо и сё не лечить себе устроим. Но море войсковых подразделений, где закончил бои, памятая так само доброе, як и тады у мая 45-го. 34-й гвардейский вистинский орденов Сувора Кутузова артиллерийский полк, командир взвода разведки полка, лейтенант гвардии лейтенанта Авдеенко Фёдор Самойлович. Сироту денников урочистых ашестя, керавництва в области города, просунки працонных коллективов и войсковых формирований, ветераны Великой Ачины, двухкилометровый адресок от площади Повстания до площади Ленина, где традиционно проходить гэтое мероприемство, с тяжкостью умещая усих жадающих, день Перамоги сопрады всенародное свято. Кветки и слова подяки ветеранам Великой Ачины и вся гульный гонор за наших солдат-пераможцам. Сегодня у Гомель шмат помнеку, присвеченных падеям Великой Ачины, але мемориал «Вечный огонь» займает сиротых бадай центральное место. Менавито сюды пришли у денники урочистых сил кападать Данину Паваги героичному Минулому. У истории Великой Ачины Гомель застанется як опошний город Беларуси, який с долей у захопись ворох. На его улице оккупанты трапили только 19-го жнивня 41-го. И еще об одном факте тут узгадывают у день Перамоги. У лепени 41-го, хоть и часова, але червоная армия у першыню вызволила два города Советского Союза – Рогачев и Жробин. Так починался шлях до Перамоги. Мы всегда встречаем 9 мая свой праздник. Но правда нас уже мало осталось, уже когда-нибудь мы станем реликвией, потому что почти никого не осталось. Я своих друзей уже всех похоронил, остался один я. 90-то годов мне сейчас. Свято – это кветки. С этим стверджением наврать те, кто будет спрочаться. В Гомельском Паласово-Парковом ансамбле этим словом дали практичное усабление. Наповестно, тысячи кветок стали не только упражнением Центрального парку, але и своим саблевым подарунком усим гомельчанам и гостям города. У этот день у Вугули кожный мог найти для себя нечто текавое и запоминальное. Им очень нравится, как всё организовано, что очень много детей задействовано в данном празднике. Очень патриотично смотрится. Выставы техники и мастер-классы, демонстрация военной сброи и массовое святотриумф Перамоги. Программа различена на людей у всех взрослых и самых розных густов. Хоть шмат, кто пришёл не только нечто обажать, але и самим принять у мероприемствок самый непосредный удел. Взяли цветочки, нарезали тюльпанчики. Мы много с собой взяли, и мы каждый цветочек дарили ветеранам, которых встречали на своём пути. Ребёнок понял, что это праздник, потому что цветы дарят по праздникам. Я ему объяснила, что ветераны – это наша победа. И мы всех благодарили. Кого видели, когда цветочки закончились, мы говорили просто спасибо. В церкви центральных падей святочных урочистых сил реконструкция одного с бою Великой Отчины на набережной Ракисош. На некий час это место переутворилось в один из пригородов Берлина 1945 года. Худельники сражения кажут, что это место вельми добро подходит для таких реконструкций. После завершения реконструкции, которую организаторы констатуют, всё отрималось. Это первый опыт такого массового представления у Гомеля, а не опошник. Только в этом году такие реконструкции отбудутся, как минимум, ещё двойцы. Нам бы очень хотелось провести уже ежегодно и второй год подряд это освобождение Гомеля. Ну и в этом году, вы знаете, что годовщина, начало, наверное, траурная годовщина, начало войны в первую очередь, юбилей, скажем. Поэтому я думаю, что будет что-то по 1941 году. 9 мая у областного музея военной славы «Аншлаг», жадающих тропить вельми шмат, причем практически все пришли с детьми. У Бершиню работники музея открыли для наведывальников место в самолёте. Теперь кожный может не только поглядеть на боевую машину, алей посадить у кабине пилота. День перемоги, напыл на одинный день в году, коли заборона на технику не уздыматься, не дейничая. 9 мая практически все экспонаты на открытой приотсовце Гомельского областного музея военной славы оказались в распораджении детей. По великим рахунку, это не просто текаво, это ещё эмоциональный, выховавший патриотичный момент. Олег Сентюров, Валерий Капанько, Телерадо, компания «Гомель». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok